Блестящий окончившийся сезон наглядно показал для всех, что сериал держит высокую планку своего качества. По сравнению с некоторыми проектами, этот сериал держался очень достойно. Он знает, как иногда заставить нас посмеяться, а иногда и вовсе выть от удара примерно в область сердца. Зрители, которым понравился сериал, не теряют веру и очень ждут возможность увидеть новые серии, которые могут оказаться ещё более интригующими и заслуживающими внимания. Официальных новостей о продлении на ещё один сезон на данный момент нет. Но есть вероятность, что продолжение всё же состоится. Об этом мы сообщим одними из первых на нашем канале. Нужно только дождаться начала производства и точную дату премьерного показа. Поэтому нам остаётся только ждать какой-либо информации. Сейчас поклонники могут лишь предполагать, когда выйдет продолжение. Ваше мнение о сериале, возможности продолжения и даты релиза можно опубликовать в комментариях к этому видео. После финала сезона многие также начали задаваться вопросом, а какой сериал сейчас стоит посмотреть. Поэтому я собрала подборку самых интересных телепроектов. Дебютная серия проекта повествует о молодой художнице Даши Смирновой, которая приезжает из Саратова в Москву, чтобы изменить свою жизнь. Окунуться в мир гламура и лёгких денег ей помогает школьная подруга Марина. Единственный источник дохода которой являются отношения с женатым чиновником, с которым она познакомилась благодаря главной светской свахе Москвы – Алисе. Съёмки первого сезона проходили с 16 сентября по 11 декабря 2018 года. Для театрального режиссёра Константина Богомолова проект стал дебютом в жанре многосерийного кино. Также сам режиссёр Константин Богомолов рассказал некоторые подробности о сериале. «Продюсеры сняли у меня все имеющиеся по отношению к индустрии опасения, связанные с халтурностью, небрежным отношением к съёмкам, с желанием заработать деньги любым способом и стремлением потакать массовому вкусу. Была собрана очень сильная киношная команда. Административная, операторская, актёрская и художественная. Всё это создавало очень комфортные условия для работы. Мне интересно сделать коммерчески успешную работу, но я не могу отказаться от своего стиля, от своих вкусов. Мне важно делать то, что я бы сам смотрел с удовольствием». Одну из главных ролей режиссёр Константин Богомолов отдал актрисе Дарьи Мороз. Супруги Богомолов и Мороз расстались незадолго до начала съёмок, но развод не повлиял на их совместные творческие планы. Актриса Дарья Мороз накануне премьеры проекта сделала заявление, что главная провокация режиссёра в том, что сериал заставит посмотреться в зеркало реальных представителей нынешней светской Москвы. Тем более, что Богомолов достаточно хорошо знает московский глэм. Актриса Дарья Мороз высказала своё мнение о сериале. «Мне кажется, у нас получился продукт абсолютно западного уровня. Он другой и по картинке, и совершенно другой по актёрским работам. Это история очень высокого уровня. То, что снимает Богомолов, на мой взгляд, очень и очень похоже на правду. Те, кто знакомы с этим миром, будут удивлены, насколько это точно». Главная героиня сериала – Марина. Успешная, красивая 39-летняя женщина. Она владеет отличным цветочным магазином, замужем за врачом-хирургом, имеет двух прекрасных детей и даже беременна третьим. Казалось бы, здесь ни к чему не придраться. Но первая серия дарит своим зрителям невероятный поворот сюжета. На самом же деле, цветочный магазин – это только прикрытие. Настоящая профессия обычной женщины Марины – сутенёша с очень необычным специфическим бизнесом. А её подруга помогает ей искать девушек-рабынь. Так в бордель попадает юная прекрасная блондинка, которую главная героиня выставляет на аукцион. Однажды одну из работниц сутенёши внезапно находят бессознание в гостинице. После чего Марина пытается уничтожить все следы. По словам создателей сериала, в сценарии этого проекта угадываются мотивы рейтинговых зарубежных телефильмов. Например, «Косяки», «Во все тяжкие» и «Бесстыдники», но только перенесённые в современные российские реалии. При этом в сериале сочетаются мощные женские персонажи, исключительная игра актёров и потрясающая операторская работа. Борис Хлебников рассказал подробности о данном российском детективном телесериале. «У нас действительно замечательный и увлекательный сценарий, в котором переплетены детектив, драма и немного юмора. Но мне как режиссёру было очень интересно рассказать о тех важных процессах, которые происходят сейчас в семье. О том, как меняется роль женщины, как она становится главной». Актриса Анна Михалкова высказала своё мнение о работе над проектом режиссёра Бориса Хлебникова. «Такая роль – это огромный подарок любому актёру. Я получаю огромное удовольствие от общения с Борисом, он даёт возможность всей группе почувствовать себя с авторами. И я думаю, что ему интересно работать над этим проектом в первую очередь как над большим произведением, в которое можно многое вложить». У Бориса Хлебникова есть свой почерк. И он всегда прослеживается как в его фильмах, так и в сериалах. Зрители очень высоко оценили данный сериал. На знаменитом сайте Кинопоиск рейтинг этого сериала составляет почти что 8 баллов из 10. Они вернулись в свою страну после Афганистана, но страна стала совсем другой. Они рассчитывают только на себя. Они доверяют только друг другу. В одном из уральских городов совершено дерзкое ограбление. Похищены 145 миллионов рублей. Грабитель бывший афганец Герман Неволин – водитель инкассаторской машины. Что толкнуло его на преступление? Почему он принёс в жертву всё, чем дорожил? Дружбу и любовь. В дебютном эпизоде 5 инкассаторов получают в кассе торгового центра большое количество наличных денег. Все инкассаторы – бывшие воины-афганцы. Среди них водитель фургона по имени Герман Неволин с говорящей кличкой «Немец». А также старшей группы Виктор Басунов. По дороге в банк немец грабит собственную инкассаторскую машину. После ограбления он успешно прячется за городом, прячет мешки с деньгами в лесу и направляется в деревню под названием Ненастье. Премьера первой серии состоялась 12 ноября 2018 года. В 2020 году сериал стал обладателем «Золотой орёл» в номинации «Лучший телевизионный сериал свыше 10 серий». Драматический сериал снят по роману Ненастья Алексея Иванова, автора проекта «Географ Глобус Пропел». В основе сюжета лежит реальное событие, произошедшее в Перми в 2009 году. В этой социальной и психологической драме есть элементы брутального боевика и детектива о судьбе человека, прошедшего войну в Афганистане. Писатель Алексей Иванов рассказал о сериале. Ненастье – не просто дачный посёлок, а целый мир, который 10 лет наматывался на колёса старого автобуса с афганским прозвищем Барбу Хайка. Взгляд Сергея Урсулика, режиссёра фильма, чутко уловил вечную русскую хтонь, экзистенциальную бездну национального существования. Но есть свет и воздух. Есть вера, надежда и любовь. Осенью 2015 года стало известно, что канал «Россия-1» выкупил права на экранизацию романа. Роман, по которому знаменитый режиссёр взялся снять сериал, стал одним из самых ярких явлений российской прозы. В 2016 году этот роман стал лауреатом премии «Большая книга». С самого детства. У них разное происхождение, разные мечты и идеалы. Общее лишь одно – дружба. Ради неё они готовы пожертвовать всем и, если надо, даже отдать за друга жизнь. В первой серии друзья детства становятся фарцовщиками. После дерзких авантюр, на удачливых ребят обращает внимание криминальный авторитет Понт. Продюсер Александр Цекало рассказал детали о проекте. Сериал снял молодой и талантливый режиссёр Егор Баранов. Мы могли бы взять опытного режиссёра, который помнит это время, но это история о молодых людях. Хотелось, чтобы это делал молодой режиссёр, который ближе к пониманию дружбы и к молодым героям. Режиссёр Егор Баранов также рассказал подробности о сериале. Я пересмотрел всю классику 60-х годов. Естественно, есть отсылки к кино, к июльскому дождю, я шагаю по Москве, 9 дней одного года. Был классный период в кинематографе, где герои живут в кадре и дышат свободным гражданским воздухом. Поэтому хотелось, чтобы этот дух передался и в нашем проекте. Мне нравится «Оттепель» из «Теляги» Валерия Тодоровского, но мы не стремились быть похожими на эти фильмы. Это не музикл как «Стеляги» и некамерное лирическое произведение как «Оттепель». Наша история более дерзкая. Она про другое. Это драматический авантюрный фильм. Одной из самых сложных задач, которые встали перед создателями сериала, стал подбор реквизита. За каждым элементом декора или аксессуарами того времени приходилось в буквальном смысле вести охоту. К тому же в мире фарцовщиков вообще царил культ стильных вещей. Поэтому художники по костюмам, работавшие над созданием образов, просматривали каталоги, журналы, изучали платья и прически. Съемки проекта проходили в Москве и в Минске. В Москве снимали знаковые объекты 60-х, сохранившиеся с тех времен, такие как Центральный дом литераторов. Основная часть событий знаменитого сериала происходит в студенческом общежитии. Также в сериале регулярно показывается кафе, аудитория вуза, особняк на Рублевке, кабинет с видом на московский Кремль, ресторан и клуб. Сюжет первой серии строится на том, что персонаж Саша сбежал из университета в Лондоне, где изучал финансы, и поступил на астрономическое отделение физического факультета одного из московских вузов. Сильвестр Андреевич, его отец, хочет вернуть своего сына к прежней жизни, но тот желает жить в народе и хочет всего в жизни добиться сам. Нежному мажору предстоит жить в одном блоке с вечно колотящим по груши каратистом Кузей, общажным ловеласом с именем Гоша, отличницей Таней и блондинкой Аллой, начинающей свой день с чашки растворимого кофе. Параллельно с этим с героями сериала приключается много забавных и смешных ситуаций. Их пятеро. Все они разные и у каждого есть свои особенности в характере. Они живут в соседних комнатах, у них общая кухня, туалет и ванная. У них больше нет выбора, кроме как искренне полюбить друг друга, чем они периодически и занимаются. Им очень весело, они дружные и глупые. Сериал максимально приближен к реальной жизненной обстановке. Актеры неплохо справляются со своими ролями. Сюжет у сериала очень простой и немного неправдоподобный, но учитывая, что это комедийный сериал, то сюжет не так уж и важен. Со временем проект стал развиваться, появились новые персонажи. Главные роли исполнили Андрей Гайдульян, Виталий Гагунский, Мария Кожевникова, Валентина Рубцова, Арарат Кищан и другие. Сценарий был написан Вячеславом Дусмухаметовым, известный по таким работам, как «Папины дочки» и «Шесть кадров», а также Семеном Слепаковым, известный по таким работам, как «КВН», «Камеди Клаб», «Наша Раша» и «Прожектор Пэрис Хилтон». Премьера первой серии состоялась в далеком 2008 году, и сериал моментально завоевал любовь у зрителей. Создатели не стали останавливаться на первом сезоне, и выпустили еще несколько. В 2021 году сериал реанимировали. Теперь его новое название – «Универ 10 лет спустя». Они не знали друг друга до того дня, пока в одном клубе их не отравили неизвестным ядом. И теперь тем из них, кто не умер на месте, предстоит выполнить несколько заданий загадочного кукловода. Он единственный в мире имеет антидот. Если задания будут выполнены, то наградой для выживших станет противоядие. В первой серии нескольких молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, судьба сводит в баре «Фантом». Дэн – безработный музыкант, нуждающийся в деньгах. Марина – амбициозная журналистка, чья новая статья грозит ей увольнением и судебным разбирательством. Саша пытается помочь единственному брату, угодившему в тюрьму. Славе необходимо скрыться после неудачного взлома базы данных. Хмурый, бывший сотрудник спецслужб, решает немного подзаработать. А Грек оказывается не в том месте и не в то время. Как только клуб заполняется посетителями, происходит нечто странное. В борьбе за свои жизни они должны будут получить ответы на главные вопросы, кто организовал смертельный квест, и почему для его прохождения были отобраны именно они. «Пройти, чтобы выжить» является слоганом сериала. А премьера состоялась 26 октября 2015 года. Съемки сериала стартовали 24 апреля 2014 года в Риге. Режиссеры Андрея Загидулина создатели пригласили на проект, увидев в интернете его короткометражный фильм «Наблюдатель». Ему устроили череду проверок, он делал наброски кадров сериала, снимал тизер, доказывал, что умеет работать с группой, а также прошел процесс согласования своей кандидатуры с телеканалом СТС. И только после этого с ним был подписан договор. Специально для сериала несколько художников вручную сделали часть артефактов – медную шкатулку с секретом, металлический шар, шифровальную машинку, шприц. В процессе съемок было задействовано более 150 локаций в столице Латвии и ее окрестностях. Длинные волосы у героя Павла Прилучного были выбраны для того, чтобы подчеркнуть творческую профессию его героя Дэна. Согласно сюжету, он музыкант и диджей. Латышских актеров в сериале озвучил известный переводчик эпохи видеокассет Андрей Гаврилов. Сам сериал был впервые анонсирован в 2013 году. В первом эпизоде проекта американского шпиона засылают в Газпром и ставят перед ним сумасшедшую задачу – стать русским. На обучение шпиона тратят полтора миллиона долларов. Под видом русского инженера Олега Меньшова он внедряется в региональное подразделение крупной российской компании в городе Ноябрьск, чтобы получить секретную информацию о новейшей разработке российских ученых в области добычи газа. В идеальной подготовке шпиона есть только один пробел. Он совершенно не понимает наш менталитет, что ставит под угрозу проведение всей операции. В ходе своей миссии герой знакомится на первый взгляд с простым кубанским парнем по имени Валера и местной красавицей Мариной, которой у него постепенно возникают чувства. Американскому шпиону придется разрываться между дружбой, любовью и своей миссией. И с каждым днем выбор будет становиться все сложнее. Исполнитель главной роли Леонид Бичевин рассказал подробности о проекте. «Этот сериал надо смотреть всем. Просто потому, что у нас получился классный сериал. Мне кажется, наш проект – это и есть настоящая ситуационная комедия, когда показывается, как главный герой вырывается из всех возможных передряг. С одной стороны, мы шутим и показываем шпионские игры. А с другой – наша история про любовь, дружбу, предательство, долг. Через взаимоотношения главного героя можно глубже понять какие-то вещи о самих себе». Актриса Евгения Брик высказала мысли о своей героине. «Мне было интересно играть эмоции, которые я не применяю в жизни. Режиссер разрешал мне использовать любую реакцию, и это здорово. Для меня роль Марины – актерский вызов. В сценарии очень четко были определены характеры. Мы, конечно, добавили своего, но изначально все было гениально прописано. Сразу складывается определенный образ и узнавание. После долгих проб ко мне пришло понимание, что Марина – это Дженнифер Лопес местного разлива, но при этом вместо уверенности она может быть абсолютно потерянной». Главная героиня ослы – врач, спасающая людей. Аферхат, наоборот, тот, кто может отнять жизнь человека даже глазом не моргнув. Их пути пересекаются, когда ослы насильно привозят в один загородный дом, чтобы она провела операцию раненому. Однако девушка случайно становится свидетельницей убийства и теперь сама должна умереть. Но у Ферхата не поднимается рука убить ее, поэтому он предоставляет ослы шанс. В первой серии Ферхат узнает, что у человека, которого он любит как родного отца, украли ноутбук. Если информацию, которая находится на ноутбуке распространят, то это положит конец его политической карьере. Он проиграет выборы на пост мэра, к которым готовился на протяжении многих лет. Ослы вынуждают оперировать раненого человека. Она думает, что спасет человека и сможет спокойно уйти из поместья. Однако планы пойдут совсем не так, как она ожидала. С того дня жизни Ферхата и ослы пойдут в совершенно другом направлении. Интересные факты. Бирджа Акала, исполнившая главную роль, в 2004 году заняла третье место на конкурсе красоты «Мисс Турция». Персонаж Ибрагима на протяжении всего сериала носит одежду только черного цвета. В одной сцене главная героиня смотрит телевизор, где идет голливудский фильм «Мой парень псих», в котором снялись Дженнифер Лоуренс и Брэдли Купер. Премьера сериала состоялась 16 октября 2017 года. В 2019 году вышла украинская адаптация под названием «На твоей стороне». Режиссером сериала выступил Ясен Услу, известный по таким проектам, как «Наша история», «Любовь на крыльях птицы». Сценарий написали Эйлем Джан Палат. Его работы «Империя лжи», «Изумрудный феникс», «Дочь посла». А также написанием сценария занималась и Сема Эргеникон. Главную роль сыграла турецкая актриса Бирджа Акалай, получившая известность благодаря проектам «Вавилон», «Иногда жизнь прекрасна», «Сумасшедший лесник». Также за работу в проекте была удостоена нескольких национальных наград в номинации «Лучшая актриса». Герой сериала Василий Русаков с отличием оканчивает Саратовское танковое училище. На дворе грохочет Великая Отечественная война, но это не мешает Василию влюбиться. И теперь в нем борется боевой командир и безрассудный юнец. Нередко в этом внутреннем споре юнец побеждает. Именно такие, как Василий Русаков, выведут свои танки на Курскую дугу, крупнейшие танковые сражения Второй мировой войны. И ценой собственных жизней заберут победу у врага. В первой серии Василий Русаков знакомится со слушательницей медицинских курсов Марией. Василий приглашает девушку на свидание. В назначенное время красавица Маша приходит на место встречи, но Василия там нет. Обстоятельства помешали молодому человеку увидеть возлюбленную. Проходящий мимо офицер предлагает замерзшей девушке зайти в дом офицеров, чтобы согреться. На следующий день Василий безуспешно ищет Машу по всему городу, в том числе и в училище. Он не подозревает, что вчерашнее происшествие круто изменило их судьбы. Производство. Василий Брюхов, на чьей книге основан сценарий картины, был участником битвы на Курской дуге. Там состоялось его боевое крещение. Всего за время службы он подбил 28 вражеских танков. Андрей Кретов, продюсер сериала, рассказал детали о проекте. Книга Василия Брюхова открыла мне новый взгляд на ту войну. Он рассказывает о героических событиях Великой Отечественной войны простым человеческим языком. Упоминает бытовые детали, которые обычно документалисты той эпохи обходят стороной. Наш сценарист Давид Ланян также провел несколько месяцев в архивах, читая письма фронтовиков. Ему важно было понять, из чего состояла повседневная жизнь бойцов, что их тревожило и радовало, чем они делились с близкими. А что, напротив, предпочитали не упоминать. Мы хотели, чтобы события тех лет стали ближе сегодняшнему зрителю, в том числе и молодому. Чтобы зритель еще отчетливее ощутил масштаб подвига наших предков. Интересные факты. Прототипом героини Даши стала женщина-танкист Мария Октябрьская, которая на собственные деньги построила танк Т-34 и отправилась на нем на линию огня, чтобы отомстить за убитого мужа. В дебютной серии рассказывается история про трех лучших подруг – Шуру, Юлю и Аню. Им по 18 лет, все самое важное в жизни происходит у них в первый раз, и они подходят ко всему с юношеским рвением. Шура Ермакова влюбляется в преподавателя и в тот же день узнает, что в ее семью вернулась мама, которая бросила ее в детстве. Юля никак не может разорвать отношения со своим парнем-полицейским, который ей постоянно изменяет. А Аня, используя связи своего папы-продюсера, раз в неделю придумывает себе новую карьеру. Сериал рассказывает о многом. О дружбе, о взрослении, о любви, о влюбленности, о поиске себя, о разнице между мудрыми детьми и потребителями взрослыми. О предательстве, о прощении и, наконец, о вечной и нерешаемой проблеме отцов и детей и жизненных ситуациях, которые требуют трудных решений. Слишком много важных и сложных тем для восьми серий. Сериал несет зрителю очень правильную мысль. Нельзя растрачивать себя на пустые отношения, а если нашел свою любовь, нужно держаться за нее и за всех сил. На примере Шуры становится ясно, как легко спутать любовь с детской влюбленностью. Создатель телесериала Алексей Чупов рассказал подробности о проекте. Продюсеры придумали название «Кризис нежного возраста», что в принципе отражает сюжет. Это о волнениях, переживаниях девочек, которые переходят во взрослую жизнь. Они только начали жить взрослой жизнью, но еще не стали взрослыми до конца. Это про весну жизни. Весна со всеми вытекающими последствиями. Мы не упрощаем проблемы, которые появляются, когда ты оторвался от родителей и входишь во взрослую жизнь. Мы не пытаемся одеть розовые очки на героинь или зрителя, чтобы показать, что все прекрасно. Мы показываем, что даже когда у тебя происходят какие-то неприятности, это не повод страдать. Мы говорим о том, что на самом деле все равно ты остаешься молодым человеком, у которого все впереди. Ты можешь радоваться, смеяться и веселиться. Отсутствие розовых очков – это главное отличие в том, как мы смотрим на своих героинь. Главный герой сериала «Медиатор» – переговорщик Андрей Павлов, обладающий редким даром коммуникации и возможностью управлять людьми любыми способами. Для Павлова не существует запрещенных приемов. Он готов соблазнять, обманывать, переходить все границы ради достижения своей цели. Он тот человек, который приходит к врагам и в считанные секунды устанавливает с ними контакт. Но основной его доход идет от крупного бизнеса. Он помогает там, где люди не могут договориться. И делает это за очень большие деньги. Для каждого случая он меняется до неузнаваемости. А невероятную способность к перевоплощению он развил в детстве. Именно это помогало ему строить непростые отношения с матерью. К тому же он настолько хорошо чувствует людей, что давно не верит никому. Даже себе. Новая задача Павлова – это убедить наследников знаменитого академика продать долю в компании. Но помощь переговорщика нужна не только крупному бизнесу. Актриса Дарья Мороз сыграла в сериале «Девушку-веру» со сломанной судьбой и истерической натурой. Ее персонаж росла с деспотичным отцом, в результате чего переняла у него позицию манипулятора. Во всех несчастьях она винит других и свято верит в свою беззащитность. Герой Бурковского для веры – идеальный мужчина. Он насквозь видит ее и умеет нажимать на нужные кнопки, ловко управляя поведением и делая больно. Дарья Мороз прокомментировала, для меня это история о том, как один манипулятор сталкивается с еще более ловким манипулятором. А еще это новый персонаж в моей биографии, который отличается от всего того, что я играла до этого. Актриса Ирина Старшинбаум, сыгравшая в сериале «Дочь героини Анны», также говорила, что режиссер Артем Аксененко предложил ей создать эпатажного персонажа с характером, не похожего на положительные образы, которые она ранее воплощала на экране. Кинематографист при работе с актерами применял непривычный, по словам актрисы, метод работы, запрещая им использовать привычные и понятные приемы. Старшинбаум заинтересована в персонажа Бурковского, его методами работы и воспринимает их отношения как игру. Как итог, первая серия была высоко оценена зрителями. Высокий рейтинг проекта обеспечил продолжение для этой истории. Главный герой сериала Толя никак не может выбрать между любовницей и женой, с которой у них много лет не получается родить ребенка. В первой серии лучший друг рекомендует ему переспать с танцовщицей в клубе и понять, перед какой из любящих женщин ему будет стыдно. Толя решает последовать совету. Но внезапно через несколько недель все три женщины сообщают Толе, что у него будет ребенок. От одного мужчины ждут детей сразу три женщины. Вместо того, чтобы провалиться сквозь землю, главный герой принимает ответственное, но очень спорное решение. Несмотря ни на что он желает остаться любящим отцом для каждого из троих детей. Поэтому Толя собирает всех своих женщин и объявляет, что все три матери должны непременно жить вместе с ним под одной крышей. Толик думал, что станет жить, как в раю в окружении любимых дам, которые через 9 месяцев подарят ему детей. Он никогда так не ошибался. Ведь три беременные женщины под одной крышей могут устроить от в тройном размере. Анатолий разрывается между тремя будущими матерями. А помимо всех прелестей беременности, женщины начинают страдать и сильными приступами ревности, и собственничества в отношении мужчины. В каждой серии они выясняют отношения, ссорятся, съезжаются, разъезжаются и так далее. Сериал интересен с точки зрения психологии. Мы буквально видим, что происходит в голове у главного героя. Ситком «Триада» был представлен 25 октября 2018 года в Московском кинотеатре «Октябрь» во время презентации премьерных проектов. Продюсером сериала выступил Семен Слепаков, режиссером телефильма стал Дмитрий Диченко. Сценарий к сериалу написала Дарья Грацевич. Дарья Грацевич рассказала подробности об этом сериале. «Для меня, этот сериал о проблеме выбора. Нас окружает очень много возможностей. Консюмеризм, общество потребления нам предлагают и то, и это. Мужчина находится в ситуации, когда ему очень сложно выбирать. Особенно если человек психологически незрелый». И такая же ситуация у каждой из героинь. Одной надо выбрать, быть самостоятельной или оставаться папиной дочкой. Другой – простить мужа или нет. Третий – сохранить ли ребенка от случайной связи. Первая серия этого сериала началась крайне интригующе. В то время как большинство психологов нянчатся с клиентами, пополгода выслушивая жалобы на их жизнь, главный герой Артем намеренно выталкивает своих пациентов из зоны комфорта. Артем – стрелецкий психолог, профессиональный провокатор, практикующий шоковый метод психотерапии. Работа психолога успешно процветает до тех пор, пока один из клиентов не накладывает на себя руки. Суд приговаривает Артема к восьми годам лишения свободы. Выйдя из тюрьмы по условно-досрочному освобождению через четыре года, Стрелецкий возобновляет работу с пациентами и пытается самостоятельно раскрыть дело, по которому оказался в тюрьме. Однако бывшая жена Артема Даша обрела счастье с другим мужчиной и не желает его видеть. Но Артем не верит в их любовную идиллию. Продюсер Александр Цекало рассказал подробности о сериале. Про психологов уже снято много сериалов, но настолько пронзительного еще не было. Наш герой живет на грани, спасти всех, разрушая себя. Самым сложным для такого проекта, как этот, было написать очень честный сценарий. На эту задачу у автора идеи и креативного продюсера, а также сценариста, ушло более полутора лет. Еще до выхода сериала в эфир Первого канала, во время Каннской презентации проекта весной 2018 года, представители кинобизнеса из Японии и США приобрели права на адаптацию телефильма. Создатели сериала не выдумали провокативную психологию, которой занимается главный герой. В действительности такой метод есть в реальной жизни, и он иногда практикуется в психологии. Идея снять этот проект возникла именно благодаря тому, что продюсер Александра Ремезова познакомилась в свое время с психологом, который применяет провокации как метод в профессиональной деятельности. Интересные факты. Идея для сериала появилась благодаря знакомству продюсера проекта с психологом по имени Сергей Насибян, сторонником провокативного метода, применяющим этот инструмент в своей профессиональной деятельности. Представители кинобизнеса из Японии и США приобрели право на адаптацию сериала в своих странах. В дебютном эпизоде главные герои сериала Миша и Дима дружат с самого детства. Когда они стали взрослыми, они стали заниматься общим бизнесом, руководя мебельным магазином. В итоге они построили свое жилье, практически одинаковые во всем особняки, по соседству и без забора между участками. А когда обзавелись семьями, то стали дружить домами. Супруги Миши и Димы тоже очень быстро нашли общий язык. Между этими людьми, казалось, царила такая идиллия, которую разрушить просто невозможно никому и никогда. Но внезапно их дружба заканчивается бесповоротно. Из-за вскрывшейся тайны обе семьи стали злейшими врагами друг для друга. Актер Егор Бероев рассказал о сериале. Мой герой Дима, до предела увлекающийся человек, он очень старается соответствовать той дороге, которую выбрал. Я думаю, его развод с женой – это частая ошибка в жизни многих людей. Когда супруги думают, что разлюбили друг друга, и нужно искать других. Но это просто такой этап в семейной жизни, после которого опять вдруг может случиться взрыв и эмоции. Режиссер сериала также поделился в интервью своим мнением. «Съемки проекта открывают для меня особую возможность создать что-то новое и свежее в знакомом формате. Это забавная история про настоящую мужскую дружбу в очень оригинальном конфликтном сюжете. Актерский состав прекрасный. Честь и удовольствие работать вместе. Семейные комедии – это жанры, в которых мы преуспели. Над проектом работают авторы и продюсеры семейного хита «Ивановы Ивановы». Так что я не сомневаюсь, что все будет сделано очень качественно, смешно и трогательно. Словом, так как мы умеем», – рассказал генеральный продюсер Виталий Шляппа. Этот сериал – первый проект канала ТНТ, который был создан вместе с продюсерами другого проекта «Супер». Одним из них стал режиссер Клим Шипенко, постановщик комедии «Холоп», собравший самую большую кассу за всю историю отечественного кинопроката. Работа над многосерийным телефильмом велась в районе Калужского шоссе в 35 километрах от столицы. Место для съемок было выбрано живописное и очень тихое. По словам группы, единственное, с чем немного не повезло – это с погодными условиями. Съемки велись, начиная с июля по октябрь. И сцены, в которых должно было быть знойное лето, выпали на холод. Актеры ходили в шортах, стояли якобы под грибным дождем, когда их поливали из шланга, и прыгали в бассейн при температуре, которая вовсе к этому не располагала. В 1956 году бывшие сотрудницы дешифровального отдела Анна, Соня, Ирина и Катерина рискуют благополучием своих семей. Спустя больше чем 10 лет, после окончания Великой Отечественной войны, они решают вновь объединиться в специальную группу, чтобы начать совместно проводить расследование и помогать следственным органам в раскрытии запутанных дел. Именно об этом повествует первая серия. Съемки первого сезона телесериала проходили с 3 сентября 2017 года по 28 февраля 2018 года в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Владимир Утин поделился деталями проекта. «Идея сериала была куплена у англичан, за основу мы взяли формат мини-сериала код убийства, но в нашем случае есть ряд изменений. Во-первых, у нас 16 эпизодов, а в оригинальной версии их 6. Во-вторых, конечно, английские женщины не имеют ничего общего с нашими в 50-е. Формально это адаптация, но по сути это самостоятельный фильм. Мы постарались воплотить в этом проекте сплав сразу двух жанров, захватывающего исторического детектива и глубокой драмы. Вместе с раскрытием детективного сюжета, зритель наблюдает и за развитием сильных драматических личных историй каждой из четырех главных героинь. О сериале также рассказала и режиссер Вера Сторожева. «У нас идет полное погружение в ту эпоху, пластику. Актрисы даже двигаться стали иначе. Ведь раньше так не общались, люди не были настолько эмоциональными и импульсивными. Конечно, все зависит от характера, но в основной своей массе они были именно такими. Что касается реквизита, то он почти весь настоящий ретро. Все доставали с большим трудом. Вещи для наших героев были привезены из Праги, там отличные костюмерные на местной киностудии. Но что-то пришлось и шить. Мы старались уделить внимание этим мелочам, старались быть достоверными. Кроме того, на съемки приглашались консультанты, генерал-майор московского уголовного розыска и криминалист. Поскольку часть съемок связана с передачей и шифрованием данных, то и на этой позиции тоже есть специалист. Вторая половина XV века. Москва. Последние правители Византии-палеологи бежали в Рим. После смерти первой жены, князь московский Иван III получает предложение послов из Рима жениться на юной византийской принцессе в изгнании по имени Зоя-палеолог. Иван III отправляет в Рим доверенного воеводу Хромова и своего нанятого монетного мастера, итальянца Фреа. В первой серии послы привозят Зою из Рима в Москву, где при повторном крещении она принимает новое имя – Софья. Однако, став великой княгиней московской Софьей, Зоя-палеолог не оправдала надежд Папы Римского по расширению влияния католической церкви на Руси. Попытки посылать эмиссаров с целью убедить Софью следовать линии Рима, а в дальнейшем убить ее, заканчиваются провалом. В сериале показаны наиболее яркие моменты правления Ивана III – война с Новгородской республикой, ссора и дальнейшие перемирия с братьями Борисом Володским и Андреем Большим. Также показан выход из-под власти Золотой Орды и противостояние между Софией и Еленой Волошанкой, которая является женой старшего сына Ивана III. Съемки сериала начались в ноябре 2014 года и проходили как за границей, так и в России. Для съемок на территории ВДНХ была выстроена декорация московского Кремля, соответствующая его историческому облику XV века. Тогда он был белого цвета, вместо привычного для нас красного. Специально для фильма реквизиторы нашли антикварную посуду и утварь того времени. Для проекта было сшито более тысячи костюмов. Тысячи россиян посетили выставку о создании этого телепроекта. К съемкам сериала были привлечены консультанты и эксперты. В телевизионном фильме с высочайшей точностью воспроизведены костюмы и предметы быта эпохи. Также телезрители увидят сцены сражений и природных катаклизмов, тайны и интриги средневекового Великокняжеского двора, любовь и ревность, колдовство и покаяние. Перед художниками по костюмам в фильме стояла очень сложная, но невероятно интересная задача. Одеть весь Великокняжеский двор Москвы 15 века. И абсолютно каждый костюм должен смотреться художественно ярким, выразительным, ведь это одна из главных составляющих образа. В первой серии сериала спецназовец Александр Кучин после службы в армии вернулся в родной город. У него есть мечта, чтобы Россия стала лучшей страной в мире и люди в ней жили хорошо. Следуя ей, он пытается перевоспитать нерадивых земляков любыми способами. Александр со школы влюблен в Елену Сесарину, которая мечтает уехать в Москву и стать знаменитой звездой. В то же время к Александру неравнодушная Екатерина Тетерина, простая девушка, готовая принять его любым, ведь для нее он настоящий мужик. Здесь зритель видит не классического героя подобных произведений, который пытается познать непостижимые пути российской государственности. Здесь герой просто любит свое отечество, без вопросов к нему, без претензий. И делает это не потому, что вокруг него все чудесно. Наоборот, его идеал вечно сталкивается с бытовыми ситуациями, в которых оказывается почти не жизнеспособен, но герой остается непоколебим, несмотря ни на что. Герои по-доброму простые, здесь вы не найдете сильной личностной борьбы и глубокой рефлексии. В нем есть интересный конфликт человека, борющегося за общество, и его будущее против желания этого самого общества. В день премьеры сериал стал лидером вечернего слота в России по доле просмотров с аудиторией почти 2 миллиона зрителей. Ситком был представлен 25 октября 2018 года в Московском кинотеатре «Октябрь» во время презентации премьерных проектов 2019 года. Однако сериал так и не вышел, премьера была перенесена на начало весны 2020 года. Продюсер Антон Зайцев рассказал детали о сериале. Патриотизм и юмор уживаются прекрасно. Столько хороших комедий было сделано в советское время, где показаны люди как с высокими идеалами, так и со слабостями. Патриотическая комедия, беспокойное хозяйство, интервенция, гусарская баллада. При этом наш сериал – это комедия не о патриотизме, это комедия, где одного из героев называют патриотом за его яркую позицию, но на самом деле все герои здесь патриоты и любят свой маленький городок. В московской трехкомнатной квартире живет молодая семья. Костя, его жена Вера и их дети, пятилетняя дочка и два двухгодовалых сына-близнеца. И все было бы в их жизни прекрасно, если бы не родители Кости, которые живут рядом с ними на одной лестничной площадке. Сколько раз Вера не пыталась повлиять на мужа, чтобы он попросил своих родственников перестать быть такими назойливыми, но все безрезультатно. Разрешить эту проблему Костя не в силах. Конфликты и проблемы, с которыми пытаются справиться герои сериала, жизнены и очень типичны для любой семьи. Решение этих проблем, конечно же, развивается по законам ситкома, но и эти законы имеют свои границы. Первая серия проекта начинается с того, что в семье Ворониных-старших к ссоре может привести все, что угодно. Как итог, мама Кости пришла жить к сыну, а его жена Вера ушла в квартиру родителей. Георгий Дронов высказал мнение о своем персонаже. «Мой герой Костя абсолютно среднестатистический парень. У него есть цель, работа, семья, но и непреодолимые жизненные препятствия в виде его родственников, которые создают огромное количество проблем. Все конфликты решаются через него. Он хочет, чтобы всем было хорошо. Пытается сделать лучше для всех, начинает забываться, путаться, и в результате получается глупость. Но несмотря на это, он постоянно окружен любовью своей семьи, и это важно». Станислав Дужников также рассказал о своем персонаже. «Мой герой Леня – прямолинейный, всегда недовольный, уставший, стеснительный, хотя ему уже около сорока. Он разведен и пытается наладить личную жизнь. Но это получается у него со скрипом. Он даже поцеловаться со своей подругой нормально не может. По сути он человек, который до сих пор не освободился от каких-то детских ужимок и комплексов и ведет себя как мальчишка 12-13 лет». А Екатерина Волкова о своей героине сказала следующее. «Вера – очень мудрая женщина. С одной стороны, она мягкая с детьми и мужем-костиком, который иногда ведет себя как ребенок. А с другой стороны, она умеет быть жесткой, потому что она – единственная, кто может расставить все точки над «и». В центре сюжета находится несколько молодых людей из Москвы, которые бегут от своих проблем в отдаленный монастырь, расположенный неподалеку от деревни Топи в Архангельской области. Всего их пятеро. Умирающий от рака создатель популярного мессенджера Денис, журналист провластного медиа Максим, которому дали редакционное задание найти компромат на Дениса. Катя, которую накануне свадьбы бросил жених и которая боится постареть. Чеченка Эля, которую пытаются насильно выдать замуж и которая скрывается от жениха, и Соня – девушка из строгого православного рода, переживающая из-за смерти сестры. По прибытии герои выясняют, что монастырь заброшен, местные жители ведут себя крайне странно, а затем и вовсе один из молодых людей пропадает. Решив остановиться в деревне, они начинают поиски и все больше погружаются в мир Топи, полный тайн. Первая серия повествует о молодых москвичах, которые познакомились в интернете с целью совместной поездки в деревню Топи. Они хотят побывать в старинном монастыре, где по легенде сбываются все мечты, а человек может избавиться от своих бед и проклятий. Идея создания пришла к автору бестселлера «Метро-2033» Дмитрию Глуховскому, который в итоге написал сценарий к телесериалу еще в 2013 году. По словам Глуховского, от момента появления задумки сериала до выхода его в свет прошло 10 лет. Пять из которых писатель искал подходящую платформу и продюсеров. Сериал снимался в Белоруссии на натурной площадке киностудии «Беларусьфильм». Дмитрий Глуховский, писатель и автор сценария, поделился в интервью своим мнением о проекте. Люди, привыкшие к тому, что все на свете понятно, вдруг оказываются в хтоническом мире русской глубинке, где никакие понятные правила больше не работают. Где они сталкиваются со своими и чужими внутренними демонами и застревают в этих топях, из которых они смогут выбраться только если переродятся. Главные роли исполнили Максим Суханов, Иван Янковский, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Волочинская и Анастасия Крылова. Данный проект был создан специально для онлайн-кинотеатра Кинопоиск HD. Создатели проекта «Реальные пацаны» выпустили новый сериал. Но это не только комедийный сериал о людях, которые делят одно жилое пространство, но и очень смешная инструкция о том, как быть верным своим мечтам и оставаться собой. Это история об интеллигентном неудачнике, который живет в коммунальной квартире Петербурга. Также он работает так называемым литературным негром у Ольги Бузовой и пишет от ее лица автобиографию. Этот питерский комедийный сериал, рассказывающий историю не только писателя Венеи Ольги Бузовой, но и жителей коммунальной квартиры. Провинциальная учительница танцев, по ошибке ставшей стриптизершей, дилера, завязавшего с криминальным прошлым и суррогатной матери, которая вынашивает ребенка за деньги. В первой серии, от такой работы, наш главный герой готов залезть в петлю, но его останавливает день рождения дочери. Основные действия сериала происходят в коммуналке, созданной на одной из студий. Квартира вышла настолько достоверной, что во время производственного процесса некоторые работники съемочной группы жили прямо в ней. Работа над сериалом шла 4 года. 3 года велась работа над сценариями и поиском главного героя. Еще один год продолжались съемки и монтаж. Изначально сериал назывался «Бисер». В процессе работы над сериалом его создатели нашли в сюжете и атмосфере фильма некоторые ассоциации с творчеством Достоевского и решили переименовать сериал в «Бедные люди». В целом сериал получил положительные отзывы. «Бедные люди» — единственный российский сериал, попавший в список лучших сериалов 2016 года по версии журнала «Афиша». Певица Ольга Бузова рассказала подробности о проекте. «Да, мне было сложно. Некоторые сцены приходилось переснимать по несколько раз. Ведь я именно играла Ольгу Бузову. В комедии должен быть юмор и гротеск, поэтому многие черты моего характера были утрированы. Я как человек и как личность отличаюсь от той Ольги Бузовой, которая предстанет перед телезрителями в сериале». 1970-е годы, СССР. Главная героиня — 16-летняя Соня, живущая как большая часть советской молодежи, с верой в идеалы и светлое будущее. Но внезапно она сталкивается с темной стороной жизни. Она влюбляется в молодого человека по имени Сергей, который знакомит ее с другим законом. Не советским, а воровским. Воровской закон заставляет Сергея предать их с Соней любовь. Этот закон отнимает у Сони отца, губит мать, брата. Сама Соня чудом остается жива. Она спаслась, но теперь ею движет неукротимое желание истребить этот проклятый воровской закон. И начинает она с Сергея. В первой серии, во время празднования своего дня рождения, на даче погиб директор одной из местных фабрик, Литвинов Павел Петрович. Он отказал людям криминального авторитета немца поднять процент уплаты налога в общак. Через год семья Литвиновых оказывается в бедственном положении, и мать начинает выпивать. Младшая дочь Соня оканчивает школу и мечтает поступить в театральный институт. Чтобы отметить годовщину смерти отца, старший сын Игорь пытается продать фирменный продукт и попадает в КПЗ. Там он знакомится с Сергеем. Когда Соня встречает Игоря, ее видит Сергей. Он очарован девушкой. У них начинается роман. Действие многосерийной криминальной ретродрамы разворачивается в 1970-е годы в СССР. Сам телесериал создан на 8 серий, сценарий к которому написали Валентин Емельянов и Илья Рубинштейн. За режиссуру сериала отвечал Станислав Титаренко, известный телезрителем по проекту «Счастье мое». Главную роль в сериале сыграла актриса Соня Метелица, для которой съемки в этом проекте стали первой столь масштабной работой. Режиссер Станислав Титаренко описал этот сериал так. Криминальная драма с динамично развивающимся сюжетом, от которого будет невозможно оторваться. Но фильм не про месть, а про любовь. О ретро 70-х годов. А динамика сериала и музыкальное сопровождение – очень современные. В самом начале сериала Леонидас припеваючи живет в своем поместье и довольно улыбается, в то время как знаменитый генетик и его друг с именем Альбири рассказывает ему о клонировании животных. Леонидас имеет двух сыновей. Близнецы Диогу и Лукас встречаются с одной и той же девушкой, незаметно для нее подменяя друг друга. Мать Жаде умирает, оставляя дочь одну. На смертном адре мать посылает дочь к ее дяде в Марокко. Леонидас, Лукас и Диогу приезжают в Марокко. Диогу замечает экстравагантную женщину и их взгляды пересекаются. Затем они договариваются о свидании. В аэропорту города Фес Жаде встречают ее довоюродная сестра Латифа и тетка Зурайде. Затем они теряют Жаде на рынке. Лукас с удивлением слушает рассказ брата о проведенной ночи с незнакомкой из гостиницы. Леонидас рассказывает сыновьям, что собирается жениться и вот-вот познакомит их со своей избранницей. Вскоре Жаде находится и едет с женщинами знакомиться со своим дядей Али. Они остаются наедине и Али требует, чтобы Жаде прикрыло голову и привыкало к мусульманским традициям. Леонидас представляет сыновьям свою невесту, это и Ветти. Диогу не ожидал, что невестой отца окажется та женщина, с которой он недавно провел ночь, и импульсивно уходит. Лукас запирает его в комнате, боясь, чтобы брат не наделал глупостей. Затем он сопровождает Альбери в гости к его другу Али. Он бродит по дому и видит Жаде, танцующий для сестер. Увидев его, женщины пугаются и кричат. Али дает пощечину племяннице. Леонидас открывает дверь и освобождает Диогу. Бразильская индустрия по праву занимает одну из ведущих позиций в мире. По уровню зрелищности, занимательности сюжетных линий, игры актеров, ее продукция вполне может конкурировать с американскими и европейскими образцами этого вида телевизионного искусства. Атипичные для Латинской Америки эмоциональность, многословность и сентиментальность только добавляют пряную экзотическую ноту в этот коктейль. Данная теленовелла одна из ярких представителей этого бренда. Премьера в России состоялась на Первом канале 16 февраля 2004 года. С сентября 2013 года повторы серий шли на телеканале Мир, а с 14 июля 2014 года прошел показ сериала на телеканале Ю. Молодой и талантливый врач по имени Аркадий вернулся из Соединенных Штатов в Россию, чтобы начать работать в одной из клиник Москвы. Вместе с ним в столицу едут маленькая дочь и жена Шура, которая была вынуждена бросить свой небольшой кондитерский бизнес в Америке из-за желания быть рядом с любимым мужчиной. В России их встречает друг юности и по совместительству сын директора клиники, богатый ловелас, но мечтающий о настоящей любви и семье. Начав работать, Аркадий неожиданно для себя оказывается в центре интриг, сплетен и коррупционных схем. Он пытается разобраться в своих отношениях с коллегами, богатыми и известными пациентами и собственной семьей, а также понять, что для него является истинным счастьем. Именно с этого и начинается первая серия и сама история. Также помимо основных тематических направлений, зрителя ждут больничные страсти, первая любовь, бытовые неурядицы, взлеты и падения в профессиональной деятельности. Режиссер Андрей Джунковский рассказал детали о проекте. Это история о людях, которые должны быть счастливы, ведь они могут себе многое позволить, но при этом не чувствуют себя счастливыми. История о том, как они пытаются найти спокойствие и баланс, находясь в раздоре. Этот проект мне важен тем, что мы снова встретились с прекрасной командой, с которой мы уже работали над другим проектом «Сладкая жизнь». Важен тем, что некоторые вещи в сериале перекликаются со мной. Я такой же инфантильный, как некоторые персонажи. Мне кажется, все наше поколение более инфантильное, чем предыдущие. Это близкая мне история. Главные герои сериала достигли многого в своей жизни, могут позволить себе последний айфон и поход в ресторан. Им всем не дают покоя два вопроса – счастлив ли я и что делать. Наш проект – это взгляд на сегодняшнее поколение успешных 30-летних, у которых есть все, кроме счастья. Марина Васильева также рассказала подробности о сериале. Мне на пробах один режиссер сказал, «Жанр – это жизнь. Это очень похоже на то, над чем мы работаем». В жизни бывают ситуации, когда одновременно смешно и очень грустно. Мне кажется, наш проект – это универсальная история.